Синий угол! Выходит боксер из Азербайджанской Республики! Встречайте! Казим Умудов! Казим Умудов, 32 года этому спортсмену, уроженец города Баку, Азербайджан. Это супертяжелый вес. Дебютировал он в 2017 году. Начал с двух побед, но потом карьера немножко пошла под откос. На данный момент из трех поражений подряд, на серии из трех поражений подряд, находятся Казим Умудов. В красный угол ринга свой путь держит российский боксер из Самары Владимир Маркелов! Владимир Маркелов, боец из Самары, на его счету пять боев, четыре победы, одно поражение. Причем поражение было от Виталия Кудухова в июне 2020 года. Но интересный момент, что в 2020 году и другой был момент уже со знаком плюс для Владимира Маркелова. Он стал первым за 15 лет самарским боксером, кто сумел стать призером Кубка России по боксу в супертяжелой весовой категории. И это, в общем, привлекло внимание, безусловно, вообще, в принципе, аудитории Самары и региона. Но всего в активе у Владимира Маркелова четыре победы, причем дважды он побеждал нокаутом и одно поражение. Но это поражение также было нокаутом. Так, Виталия Кудухова, который в этом году боксировал против Гильерма Джонса. Да, не так давно это было. В августе? Да. Третий человек в ринге Антон Шарков. Ну, а я представляю вам соперников. В синем углу ринга боксер с берега Каспийского моря. Ему 32 года, рост 183 сантиметра, вес 99 килограммов 250 граммов. В активе этого мастера спорта Азербайджана по боксу 7 поединков и 3 победы. Родом из города Схунгаид Казим Умуда. Я обращаю ваше внимание на его соперника в красном углу. Боксеру 27 лет, рост 187 сантиметров, вес 106 килограммов 800 граммов он. Мастер спорта России по боксу и двукратный обладатель Кубка России. В его активе 5 профессиональных боев, в числе которых 4 победы при единственном поражении он. Представляет на ринге Академию бокса Нефтегорского района и город трудовой доблести. Самару Владимир Маркелло! Ниже пояса не бьем, когда толку не бьем. Слушаем мои команды, своевременно реагируем. Пожали руки. Углом. Очень атлетично выглядит Владимир Маркелов. Синий. Готовы? Даже вот не скажешь, да, если бы мы не знали бы, что бой проходит в тяжелом весе, можно было предположить, что, может, это и крузеры. Сразу же активно начинается поединок. В левше работает Владимир Маркелов. С дистанции пробивает. Пробует на прочность своего оппонента. Да, Маркелов левша, соперник правша. И мы видели, как перед боем, когда представляли Владимира, он как бы зарядил свою левую руку. Как дробовик. Взвел, да? Или взвел, да. Посмотрим, поэтому, когда эта левая рука начнет прилетать в цель, конечно же, Маркелов является фаворитом в этом поединке. Да и чувствуется по движениям он, я имею в виду, конечно же, Владимир Маркелов. Чувствует себя абсолютно уверенно. Я бы даже сказал, что вот так расслаблен он, несмотря на то, что это первый раунд. И, в общем-то, оппонент у него так же не теряется. И вышел что-то создавать. Но при этом вот чувствуется психологический устойчив Владимир Маркелов. Заряженный цель. До этого пока что только правой рукой, передней рукой работал Маркелов джебом, работал по корпусу и сейчас продолжает атаковать по корпусу своего соперника. Ну, в свою очередь, Казим Умудов, конечно, чувствует превосходство соперника и тяжело ему как-то вот... Ну, мы видим эти наскоки, но один из таких наскоков вполне может закончиться и падением, если навстречу пробьется Маркелов, особенно своей заряженной левой рукой. А он, по всей видимости, пробьет, потому что сосредоточен и ждет как раз тот момент, когда нужно нанести этот выстрел. Да, и мы понимаем, что бой запланирован на 6 раундов, поэтому, в принципе, никакой спешки нет и время развернуться у Маркелова точно будет. Расставить свои орудия, развернуть свои орудия. Ты, что называется, прямой наводкой. Да, тем более до цели, в общем-то, недалеко. Хорошо контролирует, кстати, дистанцию Владимир Маркелов. Он находится именно в той позиции, когда его удары цели достигают. Вот сейчас акцентированный удар был, и у меня сложилось впечатление, что не стоит на ногах. И по корпусу очень часто атакует Маркелов своей правой рукой корпус соперника. Выбрасывает удары, пытается как-то контратаковать, но нет в них опасности. Вот чувствуется, что удары не острые. Да, но это пока что первый раунд. Я думаю, что Маркелов никуда не торопится. Я напомню, что дебютировал он в 2019 году, три боя в 2020, и пока только второй бой в 2021. И между, как раз-таки, он провел бой в июне 2020, когда проиграл техническим нокаутом в первом раунде Виталию Кудушеву. И после этого... Что такое Bad Boom? Это спорт! Ставки! Бонус 7 тысяч! Ставки! Лучий букмейкер! Ставки! Bad Boom! Открой игру! Казин Могов уже все понял, прочувствовал, ощутил на себе. И теперь его задача, конечно же, без травм закончить этот бой. Мне кажется, что он... Неожиданностей не будет в этом бою. Складывается мне такое ощущение. Второй раунд. Протрите воду. Подключает апперкот Владимир Маркелов. Попал сейчас в дальнюю дистанцию. Выбросил одиночным движением. Сильнейшей левой рукой. А сейчас красиво было очень. На сайдстепе провалил. И ушел Владимир Маркелов. Но при этом вот чувствуется, что не форсирует события. Не задирает темп. Спокойно, расслабленно боксирует. Выбрасывает удары. А вот и правая рука, кстати, попала в цель. Да. Казима Умудова. И вновь с дистанции по корпусу, как и в первом раунде. Такие уколы, как шпагой наносит Владимир Маркелов. Маркелов точно под руку пробивает. Есть все-таки осторожность в его действиях. Я имею в виду в действиях Владимира Маркелова. Он опытный боксер. Он прекрасно понимает, что его оппонент тоже, в общем-то, обученный. И не случайно оказался в этом ринге. А значит, вероятность пропустить, она присутствует. И недооценивать своего противника. И это, конечно же, одна из таких принципиальных, фундаментальных ошибок, которые бывают в бою. Ни в коем случае нельзя недооценивать своего оппонента. Вот этими действиями, вроде как и без ударов, задергал Владимир Маркелов, Козима Умудова. Да, и очень много. Вот я хочу отметить работу Маркелова. Он очень много работает по корпусу. Что, кстати, в супертяжелом весе делают немногие. Во всяком случае, вот именно в такой манере, когда с дистанции выбрасывают такие джебы. Причем джеб у него явно акцентирован у Владимира Маркелова. Да, безусловно. И прижимает канатом Владимир соперника. Единственное, что видно, что не произошел еще пока полный переход от любительского бокса к профессиональному. Потому что видно, что иногда не доворачивает кулак Владимир, не ставит на цель. И вот так бьется неударной частью перчатки, неударной частью кулака. Но при этом мы видели ближе к концовке, когда Владимир Маркелов зажал в углу Козима Умудова. Несколько ударов по корпусу сильнейшей рукой он нанес. Левый прямой. И Козима Умудова прямо отбросила канатом от этого удара. Так, мы видим, что... А, перебинтовывают перчатку Владимира Маркелова, потому что очень много тейпа сняли от всего перчатки. Как будто, да, снимают перчатки Маркелову. По всей видимости останавливают бой? Да, я так понимаю, что, видимо, сторона соперника отказалась от продолжения. Да, досрочная остановка боя. В общем, как-то без каких-то сигналов. И, в общем, без видимых таких особых причин не было такого, чтобы пропустил Козима Умудов. Какой-то удар особо чувствительный, потряс бы его Владимир Маркелов. Но, тем не менее, в углу приняли такое решение, что лучше этот бой остановить. И не доводить до того момента, когда боец-боксер получит серьезную травму. Да, секунданты Козима Умудова приняли решение остановить поединок. Вероятно, были на то причиной. Может быть, изначально недостаточно... Да, когда подсказывают, что боец сам принял решение не продолжать. Может быть, может быть, была какая-то травма изначально до боя. И она просто ухудшилась. И поэтому было принято решение не продолжать бой. Возможно. Гаспара в связи с отказом от продолжения боя с синего угла. Свою пятую победу на профессиональном ринге одерживает самарский боксер красного угла Владимир Маркелов. И интервью с победителем. Владимир, подходи, пожалуйста, сюда. Ну, говорят, дома стены помогают. Помогли тебе сегодня стены? Так получается. Обращайся к своим зрителям. Говори им. Всем здравствуйте. На самом деле, стены только заставляют волноваться, переживать. Потому что это очень большая ответственность. Не облашать перед публикой, перед своими друзьями, родными. На самом деле, я очень рад, что бой закончился именно так. Потому что каждого дома ждет мама, родственники. И любой удар по голове, это как бы сказывается все равно. Поэтому я очень рад, что так закончился поединок. Но вообще удалось оценить соперника в этом поединке? И ожидал ли ты, что он откажется от продолжения? На самом деле, не ожидал, что откажется. Я думал, пройдет все шесть раундов. Был настроен на это. Прошел подготовку. И, ну, так получилось, что отказались. Друзья, аплодисменты победителю! Очень многие смотрели меня по телевизору. Потому что не только Самара болеет за меня, но и весь Оренбургский край. Поэтому хотелось бы передать привет своим родным, которые в Оренбурге также сидели и смотрели телевизор. Моя прабабушка, которой 93 года, она всегда смотрит бои и очень переживает. Мои родные, моя семья, мой сын Олька также переживал. Спасибо вам большое! Спасибо, Владимир Маркелов! Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем поединки предварительного карда боем в полусреднем весе. Боксерам из Украины и России отведены шесть раундов. В синий угол! Добро пожаловать, боксер из Украины! Виктор Плотников! Виктор Плотников, боксер, представляющий Украину. Ему 44 года, 33 победы, 14 поражений. Боец, который дебютировал в 2002 году. И, в общем, за свою профессиональную карьеру, особенно в последние где-то лет пять, Редактор субтитров О.Голубкина Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова